Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 февраля. И вот вчера, когда я выложила видео, как 500 томатов на одной сотке, что вырастить легко, сегодня, читая комментарии, я уже увидела просьбы, чтобы я не просто рассказала о схеме посадки, но и прям назвала конкретно сорта, которые я там выращиваю. Я сейчас это и сделаю, потому что, вот смотрите, фотография, которую я вчера выложила, тут кажется, что они все как одномастные, одинаковые и все одного размера. Но если мы посмотрим на следующую фотографию, вот это в июне фото, тут еще нет ни томатов, ничего, но вы видите, что видите, вот этот ряд первый, высокие-высокие, там где Казанова у меня, эти, розовый фламинго высокорослый, потом вот эти идут пониже. Видно, что сорта совершенно разные. Кстати, вот она Надюшка, которая мне лотки истоптала, видите, сидит у меня на руках, такая крошечная была, кисочка. И я хочу тут еще вам немного уточнить, сейчас прям по тетради прочитаю сорта, но я хочу уточнить, что тут, на этом томатном поле, у меня встречаются томаты разных сроков посевов. Когда у меня спрашивают, когда вы сеете и когда вы саживаете, у меня же нет одного дня, я делаю все ступенчато, и вот на этом томатном поле, вот сейчас я начну сеять, например, смотрите, так, сейчас скажу, сама найду, а вот. Для томатного поля, когда я сею 9-10 марта, это первый посев для открытого грунта, я высаживаю все позднеспелые, все высокорослые, все крупноплодные, чтобы потом они успели вызреть. Вот эти у меня томаты, которые в первой декаде марта, и которые в средине марта и во второй декаде, 15, 16, 18, 20 марта сею, это посев среднеспелых. Я высаживаю свои для открытого грунта, высаживала томаты для тоннелей, сейчас которых я не буду высаживать, буду только для себя сеять. Вот я вам читаю по посевам 2019 года. В этом году ничего не изменится, и томаты сейчас назову прям по сортам, какие у меня росли в прошлом году, примерно эти же будут и в этом году. Казанова, Сибирские шаньи, Южный загар, Чудо земли, Гусиное яйцо, Бийская роза, Медвежья кровь, потом, ну это неизвестный Викин, потом Вельможа, Чудо сада, Кеннезберг золотой, Римский полосатый, потом Странная вещь девушки, это вот, которая была новинка в этом году, потом Аметистовая драгоценность, Люби, а, Любящее сердце, у меня был один, Куст, но семян нету, нынче, Бычье сердце, потом Инна, Перцевидный красный, Перцевидный желтый, Тяжеловес Сибири, еще раз Бычье сердце, Бычий лоб, Медвежья лапа, Медвежья кровь, весь медведь по запчастям, потом Пудовик, потом, конечно, вот эта грядка, которая Демидовская, которую я высаживала под пленочку, и которая поспела раньше всех, это Демидовский, Настенька, потом Сибирская тройка, Петруша, Госпожа удача, тут же в конце осталась, а, Клуша, в конце осталась, я подсадила, еще была Голубая звезда, потом дальше Медово-Сахарный, Медвежья кровь, Бийская роза, еще раз потом Василина, Сахарный пудовичок, Алтайский оранжевый, Алтайский розовый, Король-Гигант, Хребосольный розовый, Гордость Сибири, Медовый, Абаканский розовый, Шахерезада, Орлиное сердце, Египетский, Ракета желтая, Римский полосатый, потом вот, Черный принц, который стал подкидышем. И вот из этого ассортимента, конечно, смотрите, я высаживаю не только на этом томатном поле, у меня там еще и между теплицами есть, и в технических проходах, на всяких там, между заборами теплицы, и за теплицами, и перед теплицами, там, где вот эти, мы оставляем проходы для схода снега, конечно, я потом высаживаю томаты, но самое главное, что я хочу сказать, я уже давно не разделяю томаты на тепличные, и для открытого грунта, вот в предыдущем, а нет, следующий, это будет видеоролик, который будет вечером загружен, я сказала, что я на протяжении многих лет все тепличные сорта высаживала так, сначала пробовала их в теплице, потом на следующий год высаживала и в теплице, и на улице, и какие-то сорта у меня теперь выращиваются только на улице, потому что в теплице места очень мало, и мой опыт всех предыдущих лет, вот огородничества показал, что любой томат, на котором написано, что он тепличный, его можно вырастить в открытом грунте, и даже у меня в сибирском регионе, они все воспевают, тут только нужно найти к нему подход, то есть, я уже говорила, высадить чуть пораньше, с рассадой немного похлопотать, то есть, лишнюю, может быть, перевалку, пикировку сделать, вырастить ее до более взрослого состояния и высадить в оптимально ранние сроки, чтобы она успела вызреть, то есть, нашему южному гостю, вот есть томаты, которые только для юга, не рекомендуется нам выращивать, они тоже у нас прекрасно вызревают, вот тот же Юсуповский, просто за ними нужно, конечно, немного подольше походить, и мой совет, у кого нет времени, у кого нет желания, вот эти лишние хлопоты, вот эти танцы с бубнами делать, лучше, конечно, выбирать для открытого грунта томаты, предназначенные для открытого грунта, но кто любит, кто хочет поэкспериментировать, я даю вам гарантию, любой сорт, на котором написано, выращивать в средней полосе только в теплицах, а на юге можно в открытом грунте, они все у нас вырастают, они все вызревают, у них у всех жизненный цикл по одному принципу, просто для открытого грунта у них короче вегетационный период, они быстрее спеют, а у тепличных, как обычно, удлиненный период вегетации, и чтобы они выросли во всю длину, чтобы они сформировались и созрели, нужно просто больше времени, больше времени и больше сил, так что в открытом грунте, как вы видите, у меня все, вот у меня здесь промелькнуло, может обратили внимание, абаканский розовый, который позиционируется вообще, как чисто тепличный сорт, казанова, даже производитель заявляет его, как тепличный сорт, прекрасно растут на улице, и даже казанова на улице дает лучший результат, чудо земли, тоже по-моему написано, что он для тепличного использования, вот короче, вот такие томаты я высаживаю, а вообще в открытом грунте растет все, и вызревает все, просто, я уже как говорила, посеять пораньше, высадить чуть повзрослее, может быть даже и высадить пораньше, закрыть пленочкой, ну короче, лишние хлопоты дают нам прекрасный результат, все, до свидания, удлиняться не буду, все назвала, все названия, хотела еще что-то сказать, но забыла, все, теперь уже в следующий раз, не суждено.